МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утилизируй правильно. В Заречном обострилась проблема вывоза крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок. Мы еще в марте месяц съездили к регионному оператору, он нам пошел навстречу. Он дал еще по одной дополнительной технике для того, чтобы можно было больше мусора ввозить. Но даже это мы видим, что нам не помогает. Заречный в цветах. Стартовал прием заявок на участие в одноименном конкурсе ландшафтного дизайна. В этой цветочной клумбе солирующим растением должно быть растение фиалка триколор. В народе это называют анютины глазки. И это растение должно составлять не менее 70% всей цветочной клумбы. Мой край родной, тобой любуюсь. Персональная выставка зареченского художника Евгения Носова открылась в городском музейно-выставочном центре. Это выставка о красоте. О красоте глазами художника. Он видит красоту во всем том, что мы очень часто не замечаем. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном обострилась проблема вывоза крупногабаритного мусора. Горожане выбрасывают старую мебель, бытовую технику и другие объемные вещи, отслужившие свой срок на контейнерные площадки. Нарушений каких-либо законов в этом нет, однако власти призывают зареченцев следовать определенным правилам, чтобы не загромождать места сбора бытовых отходов. Обычный тихий, уютный зареченский дворик. Песочница, качели для детей, велопарковка. И буквально в нескольких шагах вот такая свалка крупногабаритного мусора, которая не украшает пейзаж и не добавляет уюта территории. И это не единственный двор, где можно увидеть такую картину. В теплое время года многие делают ремонт, избавляются от ненужных вещей. Так на контейнерных площадках появляются стихийные свалки, а у жителей возникает вопрос, кто все это должен убирать. Здесь следует разграничить понятие строительный и крупногабаритный мусор. К строительным отходам относят, например, бой кирпича, снятый со стены кафель, лом шпатлевки или штукатурки. Крупногабаритный мусор – это другая категория. Это то, что утратило свои физические свойства в период эксплуатации внутри квартиры. Это мебель, это окна, это, я не знаю, какой-то большой телевизор. Ну, вот все, что стоит у нас в квартире. Старый холодильник. Да, бытовая техника. То есть то, что мы можем без препятствий, так скажем, передвинуть, выбросить матрас, кровать. За вывоз строительного мусора отвечают сами жильцы. Они должны связываться с региональным оператором или компаниями, которые занимаются утилизацией таких отходов. Крупногабаритный мусор из города вывозит региональный оператор. Он предоставляет технику управляющим компаниям, которые объезжают дворы и забирают отходы по специальному графику. Так, для управляющей компании, получается, самое большое, которое у нас есть, она вывозит у нас вторник, среда, пятница мусор, в четверг другая управляющая компания. То есть таким образом, ну, и там управляющая компания, и плюс ТСЖ, который маленький. И, по сути дела, в течение недели у нас должны со всего города мусор вывозить. Мы еще в марте месяц съездили к регионному оператору, он нам пошел навстречу. Он дал еще по одной дополнительной технике для того, чтобы можно было больше мусора вывозить. Но даже это мы видим, что нам не помогает. И проблема здесь не только в возросшем количестве крупногабаритных отходов. Нередко получается так, что горожане выбрасывают мусор, не согласуясь с графиком вывоза. Так и лежит старая мебель, бытовая техника или другие предметы в ожидании приезда спецмашин. Муниципалитет намерен обратиться к региональному оператору с просьбой организовать вывоз отходов еще и по понедельникам. Когда окончательный график будет согласован, его опубликуют в средствах массовой информации, чтобы все жители могли с ним ознакомиться. Ксения Тризна, Денис Дубитки, телерадио, компания «Заречный». В Заречном с понедельника 8 июля начнется включение домов в систему циркуляции горячего водоснабжения. Ресурсоснабжающая организация завершила третий этап гидравлических испытаний теплосетей. Испытывали прямой трубопровод. Выявлено после гидравлических испытаний 15 утечек. Четыре из них на сетях сторонних организаций. В настоящий момент организовано подключение к схеме циркуляции. Циркуляция будет запущена в понедельник, 8 июля. Управляющие компании начнут свою работу к подключению домов. Список домов, которые могут быть подключены к циркуляции, уже опубликован перед направляющим компаниям. Завершающий четвертый этап гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону запланирован на август. В Заречном состоялся бесплатный онкологический консилиум. В течение двух дней в нашем городе работали специалисты Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России, расположенного в Димитровграде. В этом учреждении используют передовые методики лечения онкологических заболеваний. На сегодняшний день это федеральный центр, самый большой в России, который занимается протонной лучевой терапией. Из трех вообще, которые занимаются на территории нашей страны и самый большой центр в Российской Федерации, который занимается радионуклидной терапией. Корпус радионуклидной терапии на сегодняшний день насчитывает так называемых 37 горячих коек. И в стенах нашей клиники возможно проведение радионуклидной терапии основной линейкой, я бы даже сказал максимальной линейкой радиофармацевтических препаратов. Это радиоактивный йод, это стронций, это самарий, это наша безусловная гордость ради. Почему гордость? Потому что это полностью отечественный радиофармпрепарат, заместивший американские радиофармпрепараты. Специалисты из Димитровграда приняли пациентов с уже подтвержденным диагнозом, провели консультации. При необходимости зареченцы могут получить направление в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии и пройти там лечение бесплатно по федеральной квоте. В середине июня по стране прокатились тревожные новости о массовом отравлении в Москве. Более 200 человек попали в больницы с симптомами ботулизма. Несколько десятков пациентов оказались в реанимации. Чуть позже с такими же симптомами были госпитализированы жители Нижегородской области, где один человек скончался, и в Казани. Один завозной случай зафиксировали в Петербурге. Как выяснилось, пострадавшие заказывали готовые блюда разных производителей. По предварительным данным, блюда с консервами были заражены ботулотоксином. Что такое ботулизм? Где и как можно заразиться этим опасным заболеванием? Каковы его симптомы? Как избежать заражения? Об этом мы сегодня подробно поговорим с начальником отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБА России Марии Лукьяновой. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска. А пока к другим новостям. Зареченские спасатели вывели из леса заблудившихся подростков. Ребята пешком возвращались в родной город из Пензы. Дорогу от ГПЗ решили сократить через болотистую местность. Сообщение о том, что трое подростков заблудились, поступило в единую дежурную диспетчерскую службу Заречного 3 июля в 20 часов 48 минут. Дежурная смена поисково-спасательного отряда незамедлительно выехала на поиски детей. Дети были обнаружены на территории лесного болота между районом ГПЗ и дорогой на Заречный. Спасатели с помощью лодки добрались до детей и доставили их в безопасное место. Медицинской помощи ребятам не потребовалось. Сообщает портал городзет.инфо со ссылкой на управление гражданской защиты Заречного. Сегодня утром спасателями всю ночь искали мальчишек, заблудивших в лесу, в болотистой местности, возле костра. Вот под утро почти спасли. Все, считайте, дом. Третий пока еще на том берегу. За ним попозже поплывут. Что нормально? Насосы искусали. Осы? Осы? Ломай, Паша, ломай ее. Так, беги, вы сюда. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Заречный в цветах». Он проходит в рамках юбилейного 15-го конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Весной горожанам бесплатно выдали более 10 тысяч саженцев фиалки трехцветной. Желающие принять участие в конкурсе «Заречный в цветах» должны были оформить этими растениями клумбу. Победители конкурса получат денежные призы, которые можно будет потратить на дальнейшее благоустройство двора. С подробностями Ксения Тризна. Жители пяти многоквартирных домов уже подали заявки на участие в конкурсе «Заречный в цветах». По его условиям нужно высадить клумбу, где обязательно будут фиалки. В этой цветочной клумбе солирующим растением должно быть растение фиалка триколор. В народе это называют анютины глазки. И это растение должно составлять не менее 70% всей цветочной клумбы. Затем следующий критерий – это цветовое решение. Следующий критерий – это композиционное решение. И четвертый критерий – это использование каких-то декоративных дополнительных элементов, либо материалов. Готовиться к этому конкурсу горожане начали еще в марте. Тогда в «Заречном» бесплатно раздавали саженцы фиалок. Эти состязания непрофессиональных ландшафтных дизайнеров посвящены 15-летию другой инициативы по благоустройству – конкурса «Мой дом, мой двор». Чтобы войти в число участников, нужно прислать не менее трех фото клумбы и заполненную заявку на адрес электронной почты, который вы видите на экране. Но если есть сложности в отправлении заявки в электронном виде, пожалуйста, приходите к нам в управление общественных связей. Мы в рукописном виде все прекрасно сделаем. Прием заявок продлится до 31 июля. В конкурсе будут два победителя. Одного выберут члены жюри, второго определят по итогам народного голосования. Победителю, по мнению конкурсной комиссии, достанется сертификат на 50 тысяч рублей, который можно будет потратить на благоустройство двора. Призом зрительских симпатий станет сертификат на 20 тысяч рублей. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Живописные натюрморты, яркие цветочные композиции, выразительные портреты и множество пейзажей, буквально дышащих любовью к русской природе, родному Сурскому краю и маленькому Заречному. Более ста работ, созданных в последние годы, представил горожанам Евгений Носов. В музейно-выставочном центре открылась персональная выставка известного зареченского художника. С вернисажей репортаж Светланы Теплухиной. На этих полотнах легко угадывается Заречный, лесной и лермонтовские пруды, заводской профилакторий, тропинки, петляющие меж сосен. А рядом – пейзажи Сурского края. Рисунки, проникнутые любовью к родным местам, принадлежат кисти зареченского художника Евгения Носова. Его работы – это работы о малой родине, о пензенском крае. Это очень интересные работы, которые очень облагораживают человека и укрепляют духовно-нравственную основу, патриотическую основу. Поэтому мы очень рады сотрудничать с Евгением Ильевичем. В творческой биографии Евгения Иоильевича это уже восьмая персональная выставка. И первая после перерыва в четыре десятилетия в Заречном. «Мой край родной, тобою любуюсь» – так называется экспозиция. У меня была возможность жить в другом городе в свое время, конкретно в Москве, но нет. Как Денис Васильевич Давыдов говорил, «Педза – моя вдохновительница». Я всеми руками, ногами бежал из Москвы сюда к себе домой. И я рад. Где родился, там пригодился. Основу экспозиции из более чем ста работ составили акварели, написанные в последние годы. Здесь есть и портреты, и натюрморты, и сюжетные композиции, и столь любимые художникам пейзажи. Это выставка о красоте. О красоте глазами художника. Он видит красоту во всем том, что мы очень часто не замечаем. Ну, например, это лужа, лавочка в Лермонтовском парке, или какая-то старая ограда около гаражей, где старый дуб. Он видит красоту. И не только видит сам, но и щедро делится этой красотой в своих живописных работах. Персональная выставка «Евгения Носова» продлится в Зареченском музейно-выставочном центре до середины августа. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. В «Заречный» вновь придет большой футбол. На газоне центрального стадиона состоится матч второго круга чемпионата области среди взрослых команд. Зареченский старт «Союз» встречает на своей площадке команду из Вадинска. На данный момент наша сборная с девятью очками занимает вторую строку турнирной таблицы, уступая лишь неоднократному победителю и призеру регионального чемпионата, многократному обладателю Кубка и Суперкубка Пензенской области, команде «Грас» из Грабова. Счет побед и поражений в проходящем чемпионате у Зареченской сборной равный, и потому предстоящая игра крайне важна для нашей команды. Ну а ее результат зависит не только от мастерства спортсменов, но и от поддержки болельщиков. В субботу, 6 июля, приходим к четырем вечера на городской стадион и болеем за наших. Батулизм. Как уберечься от заражения опаснейшей болезнью? Как распознать симптомы? Какие меры предосторожности необходимо принимать при приготовлении домашних консервов? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Я от старых фитингов все хочу избавиться. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Фитинги, шаровые краны, переходники, фильтры для очистки воды, новая вода. Магазин «Моя сантехника». Душевно. И ни капельки не дорого. Работа в магазинах «Скидкина». Приглашаем в команду администраторов-продавцов. Звони прямо сейчас 500-518. Клиника лечения позвоночника. Пенза. Улица Калинина, 4. Телефон 98-03-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Каким должно быть вождение? Правильным, безопасным и легким. Автошкола «Лидер» приглашает на обучение по категориям А и Б. Адрес Заречный, улица Литки, 47. Телефон 25-45-45. Выпускники 2024. Спонсоры проекта. Сеть японских парикмахерских «Стрикси». Федеральная сеть «Кофе Лайк». Магазин электроники и техники «Прайм». Фитнес-клуб «Спортзона». Робот-мойка. Финансовая поддержка проекта «Альфа-банк». Парикмахерская «Чио-Чио». Автошкола «Лидер». Генеральный спонсор проекта. Автосалон номер один. Нашли подозрительный предмет на улице? Не вскрывайте и не трогайте. Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи предмета. Немедленно сообщите о найденном предмете в экстренные службы. Постарайтесь обезопасить окружающих людей. Дождитесь прибытия полиции или компетентных органов. Запомните время обнаружения предмета, обстановку и место его нахождения. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Лукьянова. Добрый вечер. Добрый день. Мария Валерьевна, совсем недавно все мы были свидетелями, ну и средств массовой информации, того, что в России произошло массовое заражение людей ботулизмом. Ну, по предварительной версии, все они употребляли в пище продукты определенной сети общественного питания. Вот скажите, пожалуйста, вообще, как такое могло произойти? Ну, прежде всего, ботулизм – это заболевание, которое вызывается бактерией, клостридиум ботулином, и не самой по себе бактерией, а тем токсином, который она выделяет. Размножается она в условиях отсутствия воздуха, это одно из важнейших условий, поэтому это могло произойти таким образом, что когда с нарушением приготовлялись эти консервы, туда попала бактерия. Поскольку это консервы были в вакуумной упаковке, воздуха, там, кислорода не было, ей было комфортно, она размножилась, токсин накопился. В связи с тем, что токсин этот, он не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета, и никак… Вот есть такое… у людей такое мнение, что должно быть спучивание консервов или там упаковок, но это не касается именно ботулизма, то есть он не вызывает спучивание. То есть на внешний вид консервы абсолютно съедобные, никаких признаков порчи на них не видно. И люди, употребляя в пищу, вот этот токсин попадает, не сама даже бактерия, а именно этот токсин накопившийся. Это один из смертельных ядов вообще на земле. Вот. И он парализует нервную систему, нервные окончания, далее нервные центры, страшное заболевание. В общем-то, повезло то, что, видимо, была небольшая доза, и поэтому очень, так скажем, один только известный случай смертельный. Вот. Все эти люди живы. Мария Валерьевна, вот скажите, пожалуйста, а заразиться вот этой вот бактерией, продуктами ее жизнедеятельности, каким образом, возможно? Только ли вот употребляя в пищу, ну, какие-то, я не знаю, покупные продукты или как? Ну, вот таким образом токсин, он может накопиться в любых консервах, в любых приготовленных, как и в сети питания, да, общественного питания, так и дома. Если неправильно приготовишь, то тоже можно с этим столкнуться. И, как правило, в основном с этим и сталкиваются люди, когда дома приготовляют, вот. Вот. Неправильно, недостаточно промывается сырье, вот. Потом, когда делаются консервы, недостаточная термическая обработка, закатывается это под крышку, естественно, да, без кислорода, без доступа воздуха. И если она хранится тоже без охлаждения, то прекрасно накапливается этот токсин, причем это и в овощных консервах может происходить, и в грибных, с грибами. Мы почему-то привыкли думать, что это грибов только касается. Вот. На самом деле нет. При засолке рыбы такое может происходить, при засолке мяса такое может происходить. Причем, если продукт не жидкий, там, например, вот рыба, мясо, то это может быть как точечно. То есть бактерия попала вот в одно место, и она не расползается по всей рыбе. И вот два человека едят одну и ту же рыбу, один заразился, другой нет. Такое может быть, но это в случае, если твердый продукт заражен. Ну, тут вот эта загрязненность, недостаточно термическая обработка и недостаток воздуха. То есть вот сейчас, смотрите, скоро осень, да? Ну, сейчас уже урожай, сейчас уже варенье, соленье начинаются, к осени это будет больше, когда сбор урожая. Что, как делать? То есть заготавливаются какие-то салаты на зиму, заготавливаются там некоторые мясные консервы, заготавливают овощные, там, фруктовые консервы и так далее, варенье, соленье. Вот что нужно делать для того, чтобы избежать? Вы говорите, что бактерия попала. Откуда она попадает? Из земли. Каким образом? Она в земле проживает, вот, и с землей она попадает на продукты первоначальные, и далее уже вот при тех условиях, которые я уже озвучила, попадает в консервы. Здесь, конечно, нужно быть предельно осторожными, аккуратными, да, то есть из этого вытекают и правила. Мытье тщательное, удаление загрязненных участков визуально, да, да, то есть не должно быть никаких вкраплений земли там или чего-то. Потом достаточная термическая обработка зависит от того, каким способом консервы приготовляются. Потом есть еще момент, что рост этой бактерии приостанавливает сахар, соль и уксус, кислоты. То есть если достаточная концентрация этих веществ, то тоже не так велика вероятность, что размножатся бактерии. И если в дальнейшем хранить эти консервы в охлаждаемом месте, там в погребе, в холодильнике, то тоже размножение либо не будет, либо оно будет там замедлено, допустим. А какой температурный режим существует? Ниже, вот хранение при температуре ниже 14 градусов должно быть. Ну, то есть погреб подойдет и холодильник тем более подойдет. Вот каким-то образом вы сказали уже, да, что продукт, который заражен, возможно, ботулизмом, никаким визуальным способом на запах, на цвет, там, на вкус определить невозможно. А как тогда избежать? Вообще не употреблять консервы в пищу? Или что с этим вот можно делать? То есть каким-то образом обезопасить себя можно? Ну, в идеале, конечно, да. Потому что, как вот я слышала такое мнение от врачей, которые сталкивались с больными, они консервы никакие не употребляют только из-за того, что это страшно, это заболевание страшное, оно и выглядит страшно, люди мучаются, вот, и они не употребляют. Либо употреблять консервы промышленного приготовления. Вот, там все-таки больше вероятности, что эти условия будут соблюдены. Ну, либо прикладывать максимальное усилие к тому, чтобы вот эти условия, которые я озвучила, соблюсти. Но на свой страх и риск к тому, что визуально никак не отличить. То, что говорят, вот бомбаж банок, да, это показатель того, что испорчена консерва, но это испорчена она каким-либо другим микроорганизмом. То есть размножились микроорганизмы, но не обязательно ботулинистические палочки. Ну, понятно, что да, вспученные консервы или там, с которых срывают крышки, ну, как-то в пище употребляется уже само по себе глупо достаточно. Потому что понятно, что они испорчены. Ну, там, соответственно, и запах, и консистенция, то есть каким-то образом определить можно. А есть ли какие-то признаки, хотя бы первичные, по которым можно определить, что вот, возможно, вы заразились? Ну, клинические признаки, да, по клинике. То есть вот как человек, например, поел, ему стало плохо, что там, диарея, рвота, тошнота, или что, вот каким образом? На который день это возможно? В основном, да, инкубационный период небольшой, от суток до недели, до 10 дней. В основном прямо на следующий день или через день. Вот. В основном симптомы будут неврологические. Может, это сначала симптомы интоксикации, как у нас, там, слабость, головная боль, головокружение, тошнота. Может присутствовать явление гастроэнтерита, это рвота и жидкий стул. Могут и не присутствовать. Вот. А потом уже, поскольку нервная система поражается, то начинаются неврологические уже нарушения. Люди, как правило, обращаются либо к неврологам, либо к окулистам с двоением в глазах. Тяжесть век. Тяжело двигать глазными яблоками. Першение в горле. Маска на лице. То есть двигать лицевыми мышцами тяжело. Поэтому у инфекционистов такие люди крайне редко оказывают, только если присутствует явление гастроэнтерита. А в основном, и с врачами тоже говорят о том, что настороженность в основном у окулистов и у неврологов. Люди с этими симптомами обращаются туда. Ну и, соответственно, если вы у себя это заметили, и вы знаете, что ели какие-то либо консервированные продукты, либо соленое копченое мясо, рыбу, то нужно тут не медлить обязательно, в обязательном порядке обращаться к врачу в домашних условиях, что если это было недавно, да, то есть быстро симптомы наступили, то только единственное, что мы можем помочь, это промыть желудок. Но в обязательном порядке обращаться к врачу, при любой степени тяжести показана госпитализация. Потому что эти симптомы и детоксикацию могут провести только в условиях стационара. Поэтому все были, вот люди заболевшие, все были госпитализированы. А к какому врачу-то обращаться? Вот вы говорите, обращаются к окулисту или к неврологу. А куда обращаться-то лучше? Люди, понимаете, они же не могут понять, что с ними происходит. Они обращаются по симптомам. А здесь уже должна быть настороженность врача. Когда к нему человек с такими симптомами обращается, его задача распознать своевременно и перенаправить его в инфекционное отделение. Это инфекционное отделение. И там уже будут с ним заниматься и к вылечиванию приводить. То есть, в любом случае, обратиться к врачу, собственно говоря, может быть и неважно к какому. Но здесь я так делаю такой вывод, что человек сам может заподозрить у себя наличие вот этого вот заболевания страшного. Тем, что подумать, а, собственно говоря, почему это могло произойти. И здесь уже, вот исходя из вашего разговора, можно подумать о том, что вот что я вчера ел, например. Да, да. И не из-за этого ли у меня происходит. Да. И с одной стороны человек может подумать и сообщить врачу. С другой стороны, настороженность врача, собрать эпитонаммаз, как мы говорим врачи. То есть, всю информацию, что человек ел, где он, что пил, где был, куда ездил и так далее, очень подробно для того, чтобы выяснить причину. А чем опасно это заболевание? Ну, вот оно тоже как попадет, зависит от дозы. Это заболевание смертельное. Уже вот был, ну, по крайней мере, я читала об одном смертельном случае. Вот. Расстройство дыхания и смерть от удуши. То есть, дыхательные и сердечные центры мозговые поражаются. И смертельное это заболевание, если своевременно не оказывать помощь, то смертность очень высокая у этого заболевания. И вообще оно протекает в страшных мучениях тяжелее. Да, Мария Валерьевна, ну, вот на такой оптимистической, в кавычках, ноте не хотелось бы заканчивать. И давайте еще вот напомним зареченцам правила определенной безопасности в летний период. Когда вот мы с вами встречаемся осенью, тут мышиная лихорадка, да, по весне клещи. Вот сейчас, насколько велика вероятность еще какими-то, ну, кишечными, может быть, заболеваниями заболеть? То есть, ботулизм, да, ну, вроде бы, как все уже подробно вы разъяснили, существует ли вероятность еще каких-то пищевых отравлений, чего-то вот такого? И как этого избежать? Конечно, да. Особенно учитывая такую большую температуру, мы все понимаем, что оптимальная температура для развития бактерий 37 градусов. И, соответственно, мы к ней приближаемся, все удобнее и удобнее им размножаться. Вот, естественно, может быть и пищевая токсикоинфекция, да, пищевое отравление, так называемое, там, например, стафилококк, который тоже выделяет токсин и тоже может отравление вызывать. Либо просто гастроэнтерит, пищевая, ой, не пищевая, а кишечная инфекция, вызванная, там, другими дизентерии, сальмонеллез, другими бактериями. Самое благоприятное сейчас время для этого, в кавычках, конечно же. Вот. Ну, здесь можно порекомендовать все то же самое, только не для консервов, а вообще для всех продуктов, да. То есть это чистота сырья, держать сырье в чистоте, то, из чего мы готовим, должно хорошо промываться. Если это продукты без термической обработки, тем более, да, то есть в большом количестве воды, чистой водой промывать обязательно, хранить в чистоте, там, на чистых блюдах и так далее. Вот. Правильное хранение термическое, правильное хранение, то есть обязательно в условиях холода. Мы понимаем, что это обязательно в холодильник, обязательно сроки годности должны соблюдаться. И даже если еще срок годности не вышел, но хранили неправильно, да, есть у нас категория, так называемые, скоропортящиеся продукты. Это молочные продукты, мясо, тоже колбаса и салата обязательно. То есть если мы приготовили что-то, срезали, там, руками трогали, да, это особенно, там, полчаса в общепите на реализацию дается. То есть нельзя сутками хранить и без холодильника. Вот. И термическая обработка, если это мясные, рыбные, какие-то требующие термической обработки продукты, то она должна быть достаточной, адекватной, чтобы это все было проваренное, прожаренное, пропеченное. Вот. Ну и, соответственно, о хранении мы уже сказали. Личная гигиена тоже. Да. То есть вот, как раньше, санпросвет-бюллетень, да, чистота – залог здоровья. Вот это самое главное. Да, да, да. Ну что ж, большое спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться, что зареченцы прислушаются к вашим советам и будут внимательно относиться к тому, что они употребляют в пищу, к собственной гигиене. И никаких вот подобных случаев, о которых мы с вами говорили, в Заречном не будет. Спасибо. И это все, о чем мы успеем рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До встречи на канале Заречный и берегите себя. Заречный и берегите себя.